так всем привет ребята сегодня у нас будет такой необычный эфир он будет тематическим дайте я вас поправлю так он будет тематический я сегодня буду рассказывать про алену нашу верди давно вам обещала вот и я честно говоря даже не хотела включать чат но насколько я знаю чат все-таки включен вот так что вы можете писать свои комментарии хотя лучше пока что не пишите дайте мне начать так алена верди почему такая тема потому что когда-то мы опять таки разговаривали в прямом эфире и где-то я это упомянула и моя зрительница попросила сделать на это обзор вот и я сделала не то что один обзор я сделал два обзора сначала в общем с этим видео вообще была мистика какая-то потому что я сделала до первое видео и она у меня не переконвертировалась и потом я сделала то есть я такая я пыталась много раз вы при конвертировать раз пять или шесть она просто застревала на одном месте дальше не двигалась то есть я монтирую в такой программе premiere pro я взяла я такая подумала думаю может быть это знак что мне надо это видео переписать потому что мне не понравилось самой то есть я его когда смотрела мне самой было скучно вот и я взяла записал второе видео потратил а вот она у меня она 42 минуты я его смонтировала свела все фотографии и у меня полностью накрылся компьютер когда я пытаюсь сделать сделать экспорт в медиа то есть она мне не дает даже это сделать для того чтобы выгрузить потом youtube вот но и поскольку у меня уже эта тема как бы я на ней уже убила кучу времени и я пообещала то есть я решил что выход у меня только один это сделать типа такую прямую трансляцию и в прямой трансляции рассказать эту историю вот поэтому здесь у нас не будет фотографии но может это и к лучшему потому что фотографии там честно говоря ну как бы такие стрёмные то есть могло бы быть видео мне не монетизировано так ладно давайте давайте начнем вообще я волнуюсь потому что тут много материалов большой объем так давайте сначала вообще поговорим кто такая была алена верди как она нам известно я вообще они узнала только после ее смерти вот и и и представляли как лжехирургом у нее уже была кличка доктор франкенштейн и на момент когда я вообще они узнала она уже ну как бы ее уже якобы не было в живых но мы сейчас еще к этому вернемся и ее история вот я когда пообещала своей зрительнице да типа я сделал обзор да ну а потом я начал думать блин такая тема принципе не интересная ну мошенница до которая обманывала людей но я уже просто из-за того что я пообещала как бы да я когда начала копать эту тему я просто я поняла насколько это вообще уникальная история которая реально стоит ну просто голливудской экранизации и я даже не шучу потому что вот я не знаю видели ли вы фильм который называется поймай меня если сможешь там вот играл дикаприо с томом хэнксом эта история которая была построена на реальных событиях она была про такого человека которого звали франк эбигейл это был парень он был очень талантливым мошенником 17 лет он убежал из дому и он притворялся то есть он притворялся входил в роли в разных профессиях то он там был якобы пилот pan-american то он был там адвокатом то он был тоже доктором и он выписывал поддельные чеки он выписал в итоге поддельных чеков на три миллиона долларов и как бы его потом изловили фбр и он он потом там посидел в тюрьме и он потом сотрудничал с фбр и потом он написал эту книгу на основе которой был снят этот фильм он даже сыграл этом фильме вот но дело в том что этот франк эбигейл он просто вживался в разные профессии просто для того чтобы выписывать чеки то есть он как бы я не знаю как у него так получалось например когда он был якобы пилотом самолета то он просто сидел рядом очень ну это тоже загадочная история он тем не менее но он выписывал чеки наша героиня она была лже пластическим хирургом но и отличает то что она реально осуществляла пластическую хирургию не имея видимо на то вообще никакого основания она у судя по всему не имела вообще даже базового медицинского образования но это чуть мы вперед забегаем так алена верди ну такое да звучное звучное имя и как-то сомнительно что это ее имя на самом деле при рождении эту девушку звали антонина горбунова вот и я так думаю что поскольку она себя называла алена дмитриевна верти ту скорее всего отчество у него было дмитриевна то есть грабунова то есть до грабунова антонина дмитриевна вот и самая вероятная дата ее рождения вообще они очень очень мало ну как бы сведений в интернете это очень странно потому что боже у нас такой мы живем в такой век когда всегда есть кто-то кто знает этого человека и вот они почти ничего не известно самая вероятная дата ее рождения это 2 мая 1982 года вот и называют ее разные как бы тоже города рождения кто-то говорит что москва кто-то говорит что киев вообще ее назвали ее назвали украинским уже хирурга мы сейчас разберемся почему вот так вот самая вероятная дата ее рождения опять-таки это 2 мая 1982 год город москва и про нее вообще про эту девочку почти ничего не известно до 2015 года практически приблизительно в 2012 году горбунова антонина она меняет имя и она получает озвученное имя алена верди то есть это не был ее псевдоним она реально смогла поменять документы это ну как бы вполне законно то есть каждый человек у которого нет судимости он может подать заявление и поменять имя фамилию вот там чуть чуть сложнее с отчеством и 2012 году она поменяла имя и уже под этим именем мы ее знаем 2015 году алена верди приезжает в город краснодар и отсюда начинается ее история что было до 2015 года практически никто не знает есть версия что алена она как бы якобы 2013 году поехала к своим родственникам в украину которые жили либо в днепропетровске либо в одессе вот тоже не установлено и якобы там она проходила практику у некоторого у некого пластического хирурга и после этого она решила что она уже может вполне делать классические операции и она приезжает в 2015 году в краснодар вот и значит в краснодаре она себя позиционирует как молодого очень успешного московского пластического хирурга не больше не меньше значит она снимает цокольный этаж там у нее было четыре кабинета на улице 40 лет победы краснодару привет вот и в этих на этих вот в этих четырех кабинетах начинается ее трудовая деятельность вот она покупает такую нехитрую утварь ну такую необходимую там типа кушетка бестеневая лампа и сначала судя по всему она делает только уколы красоты ну то есть она там делать ботекс делать филлеры и на в пластические операции еще на хирургические вмешательства она еще не решается видите какая это вода но я вам хочу сказать что делать на самом деле уколы красоты это тоже не так уж легко потому что вот мои зрители они знают что и мне однажды колол хирург настоящий американский причем которого неплохой рейтинг по штату и он мне уколол неправильно у меня вот так вот были задраны брови то есть к чему я это говорю к тому что в принципе это тоже для этого тоже нужны необходимые свете знания ну вот алена колола эти уколы красоты и где-то приблизительно а в 2000 конце 2015 года она решается на первую свою пластическую операцию и когда разговаривали с ее первыми клиентами а у нас все все сегодняшние жертвы и и все ее клиенты они будут названы вымышленными именами потому что по закону российской федерации нельзя называть настоящие имена людей которые обращались за помощью в принципе это достаточно ну гуманно я считаю поэтому мы будем просто называть какие какие-то имена это не так уж важно так вот назовем эту девушку светланы она была одной из первых клиенток и вот когда ее спрашивали об алене она говорила о ней так она говорил что она когда общалась аленой у нее просто не было никакого сомнения что она попала к врачу ну высшей категории то есть алена себя презентовала настолько удачно настолько профессионально что у той просто не было никаких сомнений что ей реально повезло с врачом и алена очень умела располагать к себе людей она обладала наверно она видимо была очень хорошим психологом что часто отличает именно мошенников они очень легко входят доверие к людям и вот эта девушка светлана она ей повезло и операция которая сделала алена была удачной я не я честно я не понимаю как это возможно но тем не менее вот и значит после этого после того как алена делает успешно пластические операцию то есть они начинают уже говорить в краснодаре как в принципе не высокого класса хирургия и причем не очень дорогом вот и кстати тут вопрос про цены потому что есть разные версии какая у нее какой у нее был ценник значит некоторые говорят что у нее цены были вполне себе такие высокие рыночные а некоторые говорят что у нее цены были ниже рыночных и я не знаю вот здесь сложно судить потому что менялись годы менялась рыночная стоимость то есть я думаю что все-таки алена подстраивалась под ситуацию и как истинный психолог она видимо искала варианты вот потому что например в ее биографии есть такой случай когда она предложила одной клиентке сделать вот той пластическую операцию в обмен на другую косметическую процедуру а именно наращивание волос ну то есть понимаете да если хирург такое предлагает я все-таки думаю что у нее цены были как бы скорее всего зависели от конкретного клиента вот кстати мы про эту клиентку которая она делала операцию от а я делала наращивание волос поговорим особо так это девушка была которая занималась вообще пластическим это была девушка которую ну давайте назовем ее допустим евгения и эта девушка она была вообще по профессии косметологом то есть она делала макияж на свадьбу на отдел наращивание волос ну и она поскольку то есть она вот у него была такая профессия которая связана да вот с внешностью она сама очень следила за своей внешностью ей не нравился ну то есть вот это евгений не нравился ее овал лица она хотела ей казалось что у нее там провисает подбородок ей на тот момент было 35 лет и алена ну то есть и она как бы вот когда она познакомилась соленая в общей компании то я предложила вот такой бартер да что ты мне наращивание волос но она и сказала тебе не надо типа делать подтяжку лица не знаю почему на китуте а грустные глаза и тебе надо потянуть веки и она короче и уговорила эту евгению из места операции на овале лица подтянуть веки и значит так приехала к ней в эти в эти цокольные этажи и алена и делает операцию вот делать операцию евгения едет домой вот она приезжает домой и у нее начинается там температура не сбиваем а и более и это нельзя ничем унять то есть алена и говорит ничего страшного это бывает на что она снимает и повязку делать вторую операцию типа поправить этот эффект и во второй операции она видимо у евгении были филлеры какая-то капсула с филлерами она и растекает этот филлер и я приходят филлер полностью выкидывать и кроме того она отрезает ей слишком много кожи до такой степени что у евгений просто не закрываться глаза но евгений еще этот момент не понимает что с происходит они вообще все были просто под очарованием алены и евгения она не понимаешь что с ней происходит ну то есть она себя еще не видит зеркало она еще не знает как вообще прошла операция алена и говорит слушай мне надо за тобой присматривать поэтому ты приезжай ко мне домой и ты будешь у меня жить и вот евгения у нее жила практически месяц просто оцените саму ситуацию и алена и и там выхаживала и параллельно делала ей там и переделала операции что она и там дело самому самому богу известно и вот кстати у евгений есть такое воспоминание она говорит что алена и дело все операции на кухне вот там разные сведения кто-то говорит на диване кто-то говорит на кушетке в принципе но суть одна она делала операции на кухне и она делала все операции под местным наркозом ну потому что она все-таки общий наркоз видимо боялась давать то есть она делала ей вместо наркоз и как-то раз во время одной из этих операций это евгений захотелось туалет она говорит я вот встала как в бреду пошла в туалет перед увидела свою голову замотанную такую распушил как мяч и говорит посмотрела на себя в зеркало пошла легла дальше на стол дальше чтобы лена продолжала делать операции ну в общем какой-то момент она все-таки отпускает эту евгению домой то снимает повязки и понимаешь что там просто капец там ничего не улучшилось у нее просто банально не закрывались глаза ну то есть она после этого она потеряла работу потому что у нее сразу стало не ну не презентабельно не то что не презентабельно там то ее прям то изуродовала конкретно но алёна еще видимо тогда она не совсем так сказать профессионально деформировалась своей мошеннической деятельностью и она евгении вернула деньги во первых за операцию и во вторых она и оплатила частично услуги другого пластического хирурга который ей там попытался что-то исправить вот и сама она объяснила это тем что ну вот таким что вот такие бывают обстоятельства у каждого врача там ну алена чесать умела это точно и она вот объяснила что дал такое стечение обстоятельств что это как бы якобы не ее вина и евгения тогда ничего не стала ну как бы не подавать на нее суд но единственное что про вот эту евгению кстати был репортаж на нтв они когда-то рассказали в каком-то там видеоролике но дальше этого ничего не пошло и значит потом алена вообще у алены есть 5 канонических жертв знаете как 5 канонических жертв у джека потрошителя такие алены есть 5 канонических жертв я вам расскажу только про 5 так что не пугайтесь но я иногда их путаю так что я буду подсматривать так следующая жертва алены это было девочка которую здесь называют белла и уже кстати надо сказать что к октябрю 2016 года алена уже не практикует своих цокольных этажах и я не знаю сама ли она от этого отказалась либо она либо ее закрыли потому что есть такие сведения что как раз был иск от кого-то и вот эти вот этот салон закрыли которым она владела и она устраивается на работу в клинику эстетик мед вот это клиника пластической хирургии в краснодаре и вот до этого она своим клиентам говорила что ее типа не нанимают на работу потому что она составляет конкуренцию клиникам не знаю в чем смысл но потом как бы вот она устроилась на работу в этот эстетик мед вот и там она же типа стала вот так как пластический хирург который ну уже такой прям вот в клинике пластической хирургии которому просто люди записывались уже на настоящие хирургические операции она причем бралась за очень многое и вот она взялась за 32-летнюю беллу здесь называют ее так и белла должна хотела хотела сделать это называется маска пиксия это изменение формы груди и вот ну верди ее прооперировал 22 октября и сразу ее выписали домой и вот когда ну и и та же схема то есть она приходит домой это пациентка у него начинаются боли эти боли ничем нельзя снять и короче алена для того чтобы скрыть ну то есть она понимала что она видимо что-то наделала она начинает этой бели делать операции опять-таки у себя на дому то есть для того чтобы клиника ничего не знала что она там что она там накуролезила и у той несколько раз расходился шов вплоть и алена просто как бы ну реально не могла даже наложить этот шов и она ну понимая опять таки что она попала видимо она берет эту баллу и также привозят ее к себе домой селит ее у себя дома и начинают ей там ее оперировать время от времени и дошло до того что она даже вот эту баллу брала с собой на отдых в карачао-черкесию и то есть алена и и парень и пациент ездили на отдых ну в общем просто это вообще такая дичь я где-то что пациенты они просто не могли понять еще что с ними происходит ну то есть как это такое возможно что ты едешь с пластическим хирургом на отдых вот ну короче так у алены ничего не получилось это с этой операции то есть как-то там все это срослось в итоге у этой баллы когда позже возбудили уголовное дело и сделали судебно-медицинскую экспертизу то именно судебно-медицинская вывод по вот тем вот по тому ущербу который алена нанесла ее здоровью он составил 20 страниц печатного текста и я вам сейчас просто некоторые прочитаю что это было так это значит у нее была семья алена еще попутно от мало то что она вот это натворила она еще попутно этих людей уговаривала на другие операции типа давай мы сейчас тебе еще вот здесь подбородок подкорректируем пока у тебя грудь заживет поэтому тут асимметрия молочных желез асимметрия ушей значит рубцы в том числе и на мышцах живота и вот именно вот то что она я сделал вот эти грубые рубцы на мышцах живота это уже никогда не даст этой женщине самой вы не выносить ребенка потому что просто она уже на это не способна вот и значит да я тут ну то есть это кратко то что я записала какие были последствия ну в общем да 20 листов текста можете себе просто представить и вот у этой девушки ей тоже практически ничего не удалось исправить ей там вы ей в 2019 году делали какие-то операции но в основном врачи даже отказывались от этих пациентов потому что что-то исправить было уже очень сложно вот значит потом была пациентка которую мы назовем вера и вера вообще хотела сделать на этот раз коррекцию век вот помните тут пациентку которая хотела сделать что он там хотел сделать коррекцию подбородка вера юге а то и овер laudine уговорил сделать коррекцию век но в этот раз это было наоборот начата решила сделать так хотя Вера хотела сделать коррекцию век, а Алёна ей сказала, что у неё типа уродливый нос и вообще какой-то расплющенный, давай мы тебе нос сделаем. И эта девушка, она как бы согласилась, думает, ну да, пластический хирург, и Алёна ей начала оперировать нос. И это было, кстати, стоимость операции была 175 тысяч рублей, я не совсем понимаю, сколько это в долларах, но это, я думаю, что где-то как 3 тысячи долларов. Ну так, не знаю, не знаю, как это по российским меркам. И в общем, короче, она ей делает эту операцию ещё в клинике, и у той 5 дней держится температура, начинает что-то течь из носа, в общем, какой-то запах. И Алёна, она, ну то есть старая схема, она пытается исправить недочёты, и она это уже делает на дому. И она в частности, например, говорит этой Вере, чтобы та купила какое-то очень супер дорогое лекарство. Вот, для того, чтобы снять отёк, у меня тут даже написано, как оно называется, давайте попробую прочитать. Ну ладно, это была плохая идея. Вот, и это покупает этот укол, Алёна ей колет этот укол, и та теряет просто полностью чувствительность носа, она уже не ощущает никаких запахов, она не может дышать. И она, вот эта Вера, она начала Алёне уже реально угрожать, она ей начала говорить, что, типа, я тебя посажу, ты должна мне переделать. Вот, и Алёна начинает её оперировать на дому. И был такой момент с этой пациенткой, который был связан ещё с другой пациенткой, когда Алёна делала этой пациентке операцию, да, дома. И к ней пришла другая пациентка, которая, мы о ней ещё попозже поговорим. И Алёна ей говорит, слушай, говорит, подержи, пожалуйста, у тебя, говорит, у тебя есть телефон, подержите по фонарик, потому что у меня разрядилась батарейка на лампе, а мне надо доделать операцию. И её одна пациентка стоит, держит телефон с фонариком, а Алёна делает операцию другой пациентке на носу, чтобы вы понимали, какая дичь происходила. Вот, и да, у Алёны были все её принадлежности, говорят, что она хранила все вот скальпели, какие-то иглы на кухне, там, где у хозяек обычные вилки и ножи. Причём, что интересно про Алёну, что она сама себе делала операцию, то есть она перед зеркалом себе сделала коррекцию носа, она сделала себе коррекцию ушей просто перед зеркалом под местным наркозом. У неё есть такой, был такой, ну, по крайней мере, так рассказывает вот эта вот, кстати, пациентка, которая держала фонарик, что у Алёны одно время на батарее просто сушился грудной имплант, то есть она его выняла, отмочила в каком-то спиртовом растворе, посушила на батарее и вставила обратно. Вот, вот, просто меня это изумляет вообще. Не знаю, как вас. Вот, так вот, значит, вот эта пациентка Вера, которая потом всё-таки очухалась и пошла к другому врачу, когда та врач, сняла я повязку, она просто, она, этот врач, она говорит, она просто засмеялась, и она сказала, что я не знаю, кто тебе делал эту операцию, но она тебе просто спилила переносицу. Вот. Так что вот так вот. Следующая жертва у нас это была Галина, и Галина, она хотела сделать абдоминопластику, и то же самое, Алёна сделает операцию в клинике, после выписки у той начинаются боли, она не может разогнуться, у неё, если у неё течёт какая-то непонятная, неприятная, пахнущая жидкость, Алёна её начинает оперировать, дооперировать дома, в итоге у этой девушки, у этой 50-летней Галины, у неё химические ожоги, у неё функциональные изменения позвоночника, она не может разогнуться, она не может спать на животе, она даже практически не может носить одежду, и со временем у неё развивается пупочная грыжа, и у неё начинается, ну, короче, начинает гнить позвоночник, в общем, такие последствия ужасные, то есть она её, ну, вот эта Алёна её просто сделала инвалидом. И в 2017 году, в сентябре, наметился естественный поворот событий, у Алёны на её операционном столе умирает пациентка, и об этой пациентке, её называют Галина, и о ней разные сведения есть, есть про её возраст, кто-то говорит, что ей 43 года, кто-то говорит, что ей 33 года, но судя по всему, ей было 43 года на момент операции, и связь между Алёными действиями, то есть тот как бы надрез, который она сделала, и потерей крови, он был доказан полностью, вот, и пациентка умерла, ну, то есть умерла на операционном столе. В этот момент возбуждает первое уголовное дело, и это уголовное дело, которое, ну да, по факту смерти пациентки, ещё не было тех других пациенток именно по смерти вот этой Галины. И несмотря на то, что состав преступления был доказан, были доказаны, что между действиями и смертью пациентки есть причина-следственная связь, Алёну в тот момент не посадили, она заплатила так называемый судебный штраф, что это такое, это когда человек, совершивший преступление, он платит доход государства деньги, это было 150 тысяч рублей всего лишь, и он не только освобождается от тюремного заключения, он полностью освобождается от уголовного преследования, то есть он даже считается несудимым. И клиника возместила родственникам пациентки, а именно её мужу, ущерб где-то там 420 тысяч, по-моему, рублей, и её муж согласился, и на этом дело было закрыто. Но в этот момент над Алёной уже реально начинала сгущаться тучи, и доктор, главный врач клиники, в которой она работала, то есть когда эта ситуация произошла, он достал её личное дело, то есть у него были уже сомнения в её квалификации, и он достал её личное дело, и он разослал во все учебные заведения, в которых она якобы училась, он разослал запросы, чтобы спросить, была ли у них такая студентка. А у неё была прям вот кипа дипломов, то есть первое она говорила, что своё базовое медицинское образование она якобы получила в Киевском медицинском университете богомольца, то есть это самый такой крутой украинский медицинский вуз. И потом у неё куча сертификатов, то есть она, например, говорила, что она училась в Кубанском университете, для того, чтобы получить квалификацию пластический хирург, что она училась в РУДН, и куча-куча всяких сертификатов, прохождений, практики и всего такого. И вот он посылает запросы в эти все заведения, и первым ему приходит ответ из Кубанского университета, и они говорят, что... Ну, это Кубанский университет, она якобы там проходила, то есть какое-то повышение квалификации, то есть они говорят, такой студентки у нас не было, под таким номером никакой диплом не выдавался. И он, значит, этого врача зовут, я не знаю, можно назвать, ну, короче, его зовут Иван Миненко, если что, никому не говорите. И он берёт, и её увольняет по-тихому, то есть он никому об этом не говорит. А в рамках... Ну, для того, чтобы не ослабить клинику, да, ну, видимо, у него был такой сложный этот выбор этический, но я, конечно, считаю, что он неправильно поступил, как бы, какая бы там профессиональная честь клиники не стояла, ну, как бы на кону, такое нельзя. Тем более, что в этот момент против неё есть уголовное дело. Но он никому ничего не говорит, и он, как бы, просто по-тихому её увольняет. И, то есть она освобождается от уголовной ответственности, платит этот штраф, её увольняют из клиники. И самое интересное, что во время первого уголовного дела никто не догадался проверить её дипломов. То есть её реально судили как настоящего пластического хирурга. Ну, и она таким образом продолжает свою деятельность дальше. Вот, и, значит, следующая её жертва, это уже какая там у нас по счёту, по-моему, уже последняя, пятая. Ну, жертв было больше. Просто вот это именно те жертвы, которые были признаны потерпевшими по уголовному делу, были признаны по там совокупности признаков. И эту девушку зовут Анастасия. И эта девушка, ей было на тот момент 32 года. У неё причём всё было достаточно хорошо в жизни. Она была тренером по борьбе. И у неё она была замужем. И ей, ну, почему-то ей казалось, что у неё есть какая-то жировая складка на животе. И вот она хотела убрать эту жировую складку. И она, ну, обратилась к Алене, услышала, говоря, что на тот момент имя Алены, оно было настолько раскручено, то есть везде были бигборды с её именем, с фотографиями. И она, кстати, была признана лучшим пластическим хирургом 2017 года и лучшим пластическим хирургом по пластике груди 2018 года. И вот эти вот конкурсы, она победила в них в первом, когда умерла пациентка, а во втором, когда против неё было уже возбуждено уголовное дело. Но люди велись на эту рекламу, то есть они увидели, да, что лучший... У неё на бигборде было написано лучший пластический хирург хирург вот этого Южного федерального округа. Ну и люди в это верили. Так вот, вот эта Анастасия, она повелась на рекламу, и она пришла к Алене делать, значит, делать живот. И Алена, опять-таки, всё по старой схеме, делает операцию, у той ничего не заживает, она болит. Алена ей говорит, это всё нормально, так бывает, тебе надо подождать. И она, значит, эта Анастасия практически становится подругами. И она реально очень хорошо умела входить в доверие, располагать к себе. Я вам хочу сказать, что я смотрела сама её интервью, у меня было такое ощущение, а вдруг на неё наговаривают. То есть я понимаю, ну как бы я понимаю, что она врёт, но всё равно. То есть её пациенты, они реально были как под наркозом каким-то. И вот эта Анастасия начинает к ней... Сначала Та ей сделала операцию в клинике, а потом, когда умерла пациентка, то есть Анастасия к ней начала ходить домой. И она ей вот это делала, эти операции. Меня поразило, что когда у Анастасии спросили, а как она тебе делала операцию, под каким наркозом, Та сказала, что у неё уже на тканях были просто некроз ткани, и Та ей просто скальпелем отрезала этот некроз, и даже без наркоза, потому что Анастасия уже в тот момент ничего не чувствовала. И всё-таки у меня есть соблазн показать фотографии, то, что она ей наделала на животе. Вот, и Анастасия вот эта, она к ней ходила просто год. Она к ней ходила, терпеливо-то ей доделывала, переделывала, и больше всего информации мы вот знаем, кстати, от неё, потому что они там практически стали подругами. Вот помните вот эту ситуацию с этим, с имплантом? Это как раз Анастасия рассказывала. Также Анастасия рассказывала такой момент, что когда-то она к ней пришла на операцию, ну вот это когда она держала фонарик, это Анастасия держала фонарик, а та оперировала нос другой своей пациентки. Или была такая ситуация, когда Анастасия приходит к Верди уже там на 150-ю операцию, и Та ей открывает двери в очень таком эротичном белье. Ну и Анастасия говорит, о, ты типа меня так встречаешь? Она говорит, да нет, сейчас типа следователь должен прийти. Это по первому уголовному делу. То есть вот вдумайтесь вообще в абсурд этой ситуации. Ты приходишь на операцию к врачу, и тебя встречает человек в пернюаре. Ну то есть вообще, это как-то вообще не укладывается в голове. Но я говорю, что они были, эти девушки, то есть она им так рассказывала это всё, она им говорила, ты мне должна доверять, ты видела мои работы, ты слышала обо мне что-то плохое. Говорит, так вот, доверяй мне. Так бывает, иногда такое случается, всё нормально, через год у тебя будет такое тело, что там просто, ну, закачаешься. Ну и короче, конечно же, этого не случилось, и я, честно говоря, не нашла момент, когда эти девушки всё-таки начали понимать, что с ними что-то не то происходит. Но я знаю, что им в этом очень сильно помогла Алана Мамаева. Есть такая жена футболиста, кстати, я не знала до этого, что это за футболист, но, короче, это футболист, который когда-то был замешан в драке, вот это, помните, Мамаев и там ещё какой-то, вот это его жена. И он, насколько я знаю, играет в краснодарской команде футбольной. И вот эта Алана Мамаева, она сама очень часто прибегала к пластической хирургии, она как бы большой адвокат этого, и она увидела фотографии этих девочек, и она как бы начала им помогать, и они уже тогда, ну, как бы, может, более себя уверенно почувствовали. Короче, против Алены возбуждается уголовное дело в 2018 году, и Алена, видимо, уже понимая, что в этот раз ей не отвертеться, она пытается убежать в Израиль, из Краснодара, она пытается вылететь в Израиль, её ловят в аэропорту, есть известные фотографии, если бы у меня работал мой долбанный компьютер, вы бы это всё увидели, то есть есть фотографии, где её арестовывают, она такая там в особо какой-то шубке такой, и её отправляют в СИЗО, её отправляют в СИЗО на 11 месяцев, и уже тогда они узнают, ну, то есть следствие узнаёт, что все её дипломы, абсолютно все, это полная фальшивка, что она никогда не училась ни в Киевском государственном университете, ну, вот для меня было самое страшное, что у неё, ну, вообще не было никакого медицинского образования, то есть понятно, ладно, окей, там у неё не было бы там какого-то, там, образования, допустим, ну, я не знаю, какого-то профильного, хотя это тоже неправильно, но у неё вообще не было медицинского образования, ну, судя по тому, что мы знаем, потому что я вообще не поняла, как она делала эти операции, то есть как-то же она понимала, как это сделать, как-то же она понимала, понимаете, вот есть фотографии, где она реально в операционной, с медсестрами, то есть она же что-то, она же хотя бы как-то себя выдавала за это, что-то же она понимала, я не знаю, как это можно сделать вообще без базового медицинского образования, может, она ночью перед операцией читала или смотрела в интернете, я не знаю, но тем не менее, было установлено, что все её дипломы фальшивка, и вначале она это отрицала, и вообще она отрицала свою вину, она очень, то есть она говорила, что это стечение обстоятельств, там вина самих пациентов, ну, как бы там вина там анестезиологов, ну, как бы это пластическая хирургия, детка, и ну, всё на лицо, тут нельзя скрыть этого, вот, и она очень виртуозно, конечно, чешет, я как-то посмотрела её, единственное, по-моему, интервью, которое она дала в программе «Человек и закон», вот забейте, если не поленитесь, и послушайте, как она объясняет это всё, то есть там, она объясняет это всё виной клиники, там анестезиологов, и когда ей показывают фотографии её пациентов, ну, то есть, типа, ну, как ты объяснишь, ну, понятно, там, анестезиолог – это анестезиолог, вот, ты держала скальпель, вот, что это такое, ну, вот, типа, вот, что это такое, она просто говорила, кто эти люди, я их не знаю, кто они такие, и она до конца отрицала, она говорила, что на самом деле, типа, эти девушки, они были полностью довольны её деятельностью, и они решились на вот это уголовное преследование только потому, что якобы их клиника подкупила, и для того, чтобы убрать конкурентку, ну, короче, вот так она продолжала делать плохую мину, то есть хорошую мину при плохой игре, и через 11 месяцев её из СИЗО выпускают, причём её выпускают якобы за то, что она беременна, потом оказалось, что справка о беременности была фальшива, и это очень тоже странно, потому что я в своё время училась в юридической академии, и нам рассказывали, что при каждом СИЗО, тюрьме, то есть есть медицинский пункт, там женщины осматривают, и то есть на самом деле, о какой вообще справке идёт речь, то есть там должен был быть врач, который реально должен был дать заключение, что эта девушка беременна, и то есть, ну, как бы здесь имела место обычная коррупция, обычное должностное преступление, я так понимаю, ну, короче, её выпускают на свободу, но уже в этот момент это дело имеет очень широкий резонанс, то есть они её уже знают, её вот называют доктор Франкенштейн, и плюс Алана Мамаева взялась за это дело, и даже начальник Следственного комитета, Быстрикин, по-моему, он говорит, что он возьмёт это дело на собственный контроль, и девушки, они замечают, что Алёна, Алёну отпустили из СИЗО, её отпустили под домашний арест, и на этом домашнем аресте она должна была, она жила у подруги своей, вот, и они, девушки, увидели, что та, короче, домашний этот арест не соблюдает, они ходили на какую-то там вечеринку, красились там, и выложили эти все фотографии в Инстаграм, и, конечно же, жертвы, они сразу начали, типа, звонить во все колокола, типа, смотрите, она нарушает режим, и всё такое прочее, и через несколько дней Алёну находит, то есть появляется сообщение, что Алёна умерла от инсулинового шока, что якобы 15 июня она была доставлена в больницу, в реанимацию, и из-за того, что она вколола себе большую дозу инсулина, и, ну, то есть как бы её мозг, он впал в кому, и через несколько дней она умерла. Вот, так что вот так закончилась её карьера, и здесь надо сказать, что Алёна написала перед, то есть мы не знаем, какая была причина её смерти, или и была ли эта смерть, потому что никто не видел её тело, то есть всем пострадавшим жертвам, им не дали на самом деле увидеть её тело, и они до конца не уверены, умерла ли она на самом деле. Вот, и что, что была причина её смерти, и это была случайность, как говорят, что якобы инсулин это какая-то инъекция красоты, но она её уколола не в правильном размере, плюс она до этого накануне употребляла алкоголь, а это несовместимо, либо это была ну, как бы попытка уйти, ну, не попытка, да, попытка уйти из жизни, и вот интересно, что из СИЗО она написала письмо вот этой, кстати, Анастасии, которой она так прекрасно сделала пластику живота, я вам сейчас прочитаю это письмо, значит, она пишет, мне 37, посадят на 6, итого 43, ребёнка не родить, мужа не завести, карьера сломана, да и я сама никогда больше к живому человеку не прикоснусь, не ради помощи, не руку подать, смотри, какой пафос, наказуемо 6 годами у КРФ, ты сама всё понимаешь и понимала, на что ты идёшь и с кем ты идёшь, то есть, это, ещё раз напоминаю, это Верди пишет вот этой своей потерпевшей Анастасии и дальше она пишет, за мать не переживаю, она привыкла терять детей, двое ещё остались, да и не нужна я ей, да, опять-таки, вопрос, кто её семья, потому что вообще, ну, то есть, такое ощущение, что у неё, как будто, никогда не было семьи, никто не, ну, никто не, не найден из её семьи, нету никаких сведений о них, меня беспокоит только один вопрос, ты довольна? Мне 6 лет достаточно или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую, не буду я сидеть, лежать буду спокойно, смиренно и уже ни о чём не думать, приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь. Ну, короче, это я не знаю, конечно, она манипулятор, вот, она причём манипулятор, я не знаю, скорее всего, ещё даже психопатка, потому что, смотрите, вот, что она пишет, ребёнка не родить, карьеру не завести, а, мужа не завести, карьера сломлена. Посмотрите, это в точности, что она сделала вот этой девушке, она реально, то и нету, а, ну, как бы, про мужа Анастасии, я не сказала, что он остался с ней, но Анастасия, она, ну, поскольку она, ну, как бы, в таком состоянии, то есть, они практически живут, как соседи, да, она его к себе вообще не пускает, вот, то есть, она лишила её мужа, она лишила её карьеры, потому что, та была тренером по борьбе, естественно, с такими последствиями, она не может разогнуться, она не может двигаться, у неё эти швы, и она лишила её карьеры, она лишила её возможности иметь ребёнка, и она же сама её в этом обвиняют, что та её, ну, как бы, посадила в тюрьму, то есть, представьте, вообще, уровень психопатичности этого человека, вот, так что, это письмо, якобы, может, косвенно доказательство, что она хотела таким образом уйти из жизни, что она не хотела сидеть в тюрьме, ну, опять-таки, мы не знаем, на самом деле, её смерть была, она не была, ну, то есть, я вообще не любитель конспиративных теорий, никогда в них не верю, но именно в этой ситуации, ну, не знаю, мне кажется, всё могло быть, вот, ну, и вот, что меня больше всего поразило в этой истории, да, то есть, есть очень много примеров мошенничества, то есть, люди, мошенники, это специфические люди, это, кстати, высшая каста, такого преступного мира, потому что эти люди обладают, ну, недюжинным интеллектом, мало того, они очень нехорошие психологи и манипуляторы, и они очень, они очень хорошие актёры, то есть, есть случаи, например, когда, там, одна мошенница, которая отбывала наказание на зоне, она просто прочитала книжку про какого-то, ну, вот она работала в библиотеке, она на зоне, да, и она прочитала книжку про какого-то там полковника, или там какого-то генерала, ну, в общем, какого-то военного деятеля времён войны, вот, его биографию, и она, то есть, она приехала в этот вуз, в котором он когда-то преподавал, а его уже не было в живых, и она, значит, выдала себя за его дочку, и она сказала офицерам, типа, что её отец, вот, он таким образом учредил там какую-то премию, в общем, эти офицеры могут получить квартиру, то есть, там, лучшее из них, и, ну, надо там какие-то деньги внести, и они просто поверили ей, они, как бы, начали вот это вот, они причём для того, чтобы, ну, не было конкуренции, они друг от друга это скрывали, короче, она таким образом выманила деньги, то есть, представьте, офицеры, да, которые, ну, повелись на это всё, да, причём это, по-моему, там какая-то высшая школа, какой-то, я не буду врать, ну, в общем, такая, ну, то есть, там, ну, как бы умные люди должны быть, по идее, вот, она их обманула, но, именно, что поражает в этой истории с Аленой, что она не просто обманывала людей, она именно была, она осуществляла вот эту пластическую хирургию, это же, ну, это сложнейшая деятельность вообще, я вообще не представляю, как она это делала, для меня это, на самом деле, загадка, я думаю, если бы она не выбрала вот такой вот путь, да, мошенничества и, я не знаю, обмана, она, в принципе, могла бы быть действительно хорошим, классическим хирургом, потому что, если она без образования как-то умудрялась это делать, то есть, если бы она получила все эти образования, то она, наверное, вообще была бы блестящая, и, судя по всему, она была действительно одержима пластической хирургией, но вот она выбрала другой путь, и вот так вот это все закончилось, вот, ее жертвы пока не получили никакой компенсации, всеми, вроде бы даже говорят, что дело будет закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам, поскольку, ну, короче, у Алены нету никакого имущества, то есть, короче, им нельзя возместить этот ущерб, и, в общем-то, они остались ни с чем. Помогает им Алана Мамаева, она подтягивает каких-то пластических хирургов, которые, знаете, там, соглашаются делать какие-то операции, иногда это бесплатно, иногда за какие-то символические деньги, конечно, хвала им за это. Я вот лично считаю, что это уголовное дело ни в коем случае нельзя закрывать, и надо реально установить ее сообщников, а именно, ну, не сообщников, которые прямо с ней это делали, а именно людей, которые продавали ей дипломы, которые покрывали это все, которые там плохо провели расследование про того же господина Миненко, хотя у меня, ну, как бы нету к нему антипатии, по крайней мере, он обнаружил это, то, что у нее не было диплома, ну, из-за того, что он никому это не сказал, вот, короче, я считаю, что это дело его, ну, в любой другой стране нужно было продолжать, к сожалению, это дело большое отражение вообще коррупции, которая происходит в наших странах, когда за 20 тысяч рублей можно купить диплом хирурга, это, конечно, это высшая степень коррумпированности общества, в общем, такая история. Ну, что, я готова к вашим вопросам, если они у вас есть, если нет, тогда я уже пойду расслаблюсь наконец-то, потому что я наконец-то уже рассказала эту историю. Пишите, понравилась вам история, нет, есть ли какие-то вопросы, все ли вы поняли, вы так у меня тихо сидели, как мышки, так что я думаю, что вам понравилось. так, не вижу никаких работ, Андрей пишет, иди отдохни, все норм, хорошо, Андрей, как и скажешь, может, что-то пропустила, потом буду, а, я еще там вот это не сказала, вроде все сказала, ну что, я не вижу вопросов, тогда очень понравилась история и изложение, спасибо вам большое. У меня вот реально было такое уже ощущение сегодня, что уже надо просто от этой истории избавиться, отпустить ее, так сказать, на волю, и у меня почему-то было ощущение, что в этой истории есть какая-то мистика, потому что она у меня не получалась, и даже вплоть до того, что у меня накрылся компьютер. Кстати, интересная тема, что одна из пациенток, Алены, но это непроверенная вещь, она говорила, что Алена вроде бы увлекалась черной магией и рассказывала то, что она ходила на кладбище и делала какие-то ритуалы, и, в общем-то, эта девочка очень сильно боялась Алены. У меня, кстати, есть подозрение такое, ну я, это все очень субъективно, я не знаю, я боюсь очень кого-то оскорбить, но мне кажется, что, возможно, Алена была по национальности цыганка, но я не уверена в этом. Криминал сториз, твой конек. Вам понравилось вообще то, что это в прямом эфире? Короче, там была фотография, я ее сейчас, наверное, вряд не найду по закону подлости, так вот, эта фотография, она была единственная фотография, которая из Алены на юности, и там вот действительно у нее был какой-то очень странный такой амулет, но я, правда, в этом не разбираюсь, потому что она действительно была каким-то образом связана с черной магией. Вот, кстати, фотография, где Алена, я не знаю, видите ли вы, где она оперирует в настоящей операционной с настоящими медицинскими работниками. Я не знаю, для меня этот факт, он поразительный, я его просто не могу осознать. Да, не могу сейчас найти. В общем, эта история, она достаточно тяжело отдалась из-за того, что вот постоянно были какие-то какие-то проблемы с ее... Ну, то есть, даже сегодня я хотела сесть на улице и начали сгущаться тучи. То есть, я уже такая... What? Ты как сама лично относишься к пластике, сделала бы себе что-нибудь? Ну, и я позитивно отношусь к пластическим операциям, то есть, я считаю, что если человек, ну, как бы хочет в себе что-то изменить, ну, почему бы и нет. То, что да, конечно, многие начинают этим злоупотреблять, и это становится как наркотиком, но это, скорее всего, это именно нет пластический, это зависит от самого человека, что человек сам подсаживается на это, потому что ему нравится эффект, ему нравится это ощущение, но это как бы уже чуть-чуть другая сфера. В принципе, я считаю, что, конечно, она пришла как бы в нашу жизнь, как и с развитием медицины. Кстати, начало пластической хирургии, оно началось после Первой мировой войны, когда один врач, он пытался солдатам, которые пострадали от разрыва бомбы, он пытался им восстановить лица, и от этого пошло развитие пластической хирургии, то есть, как бы, ее начало, и, в принципе, она преследует благие цели, сделать людей более красивыми, более счастливыми, там, может быть, избавить от каких-то действительно дефектов и урост, другое дело, что, конечно, люди начинают этим очень сильно злоупотреблять и страдать, и по итогу сами себе наносят ущерб огромный. Так, есть у вас еще вопросы? Как вы считаете, сейчас косметологи начали делать липосакции и липолифтинги, как вы считаете, это правильно? Я не знаю, я не специалист, я вообще считаю, вот мое мнение, что липосакцию, ну, вот это, наверное, последнее, чтобы я себе сделала, потому что я вообще не вижу смысла в этих липосакциях, потом люди опять возвращаются в свой вес и как бы смысла в этом особого нету. Ну, может, я не разбираюсь в этом, но пару человек, которые я видела, что они делали липосакциями на звезд, потом вот заметно, что они потом опять, ну, как бы возвращаются в свои прежние формы. Мне кажется, что лучше нанять хорошего тренера, да, и там, я не знаю, хорошего диетолога и сделать свое тело по-настоящему красивым, чем просто откачивать себе там какой-то жир. Пошли бы к косметологу-врачу без хирургического профиля. Нет, дело в том, что на самом деле вот я живу в Штатах и здесь вообще с этим очень жестко, потому что здесь косметологи реально проходят, ну, как бы, сертификацию, то есть, ну, у тебя очень маленький шанс попасть на такого шарлатана, может быть, вообще близится к нулю, ну, если ты не выехал там куда-нибудь на границу, я не знаю, с Мексикой в Тихуану и там сделал себе втрое дешевле операцию, ну, да, это реально, ну, как бы риск очень огромный, но, конечно, даже и среди этих хирургов ты можешь попасть на очень плохого хирурга, который тебя, ну, за твои же деньги изуродует, и я смотрела, то есть, я пыталась когда-то проанализировать, потому что, ну, у меня есть некоторые мысли по поводу этого, я поняла, что я вообще теряюсь такое огромное количество этих пластических хирургов и вроде бы их все, ну, как бы реклама, самопрезентация, она, конечно, прекрасная, но ты не знаешь, что за этим стоит и реально, иногда даже смотришь работы, их реальные работы, и ты такой, не знаю, мне не нравится, вот, кстати, надо сказать, что у Алены было, у Алены, вот, у нее было очень много фотографий в ее профиле, у нее было 11, о, 14 тысяч последователей в Инстаграме, и у нее были там постоянно, то есть, она себе презентовала вот эти фотографии, там, до, после, какие-то благодарственные письма, и потом, когда начали расследовать, оказалось, что большинство фотографий, она украла, воровала у других пластических хирургов, и они это даже знали, они просто не могли с этим ничего поделать, представляете, какой ужас. Замечательная история перед сном, через 4 часа вставать, вставать опять на работу в Москве, если что, 5 утра, ожидая веселых снов. Я уже жду, не дождусь, когда в Одессу попадут большие планы на пластику, хорошо, хоть доктора все знакомые. Да, ну смотрите, там осторожно. Фух, ой, ну что, тогда я на сегодня с вами прощаюсь, если у вас больше нет вопросов по этому делу, надеюсь, вам понравилось, если вам понравились такие прямые эфиры с криминальными историями, тогда я буду продолжать, потому что мне, честно говоря, это даже легче делать, чем смонтировать видео, потому что здесь уже так, если ты начал, ты уже не можешь отступить, ты уже начал, ты уже должен говорить. Вот, тогда я придумаю следующую историю для следующего раза, а я с вами на сегодня прощаюсь, пока-пока, спасибо, что были со мной. А, ставьте лайки, пока, и берегите себя.